Днем и ночью они на боевом посту и в любую минуту готовы защитить человеческие жизни и уберечь то, что для нас ценно и дорого. Уникальная служба, которая защищает всех нас от бед и трагедии, зовется коротко МЧС. Здравствуйте. Как всегда в это время вечерний эфир телеканал «Беларусь-2» продолжает программа «Точка зрения». О службе спасения, о службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, о задачах на ближайшее будущее, проблемах и достижениях узнаем сегодня «Точку зрения» начальника Брестского областного управления МЧС Константина Евгеньевича Шершуновича. Константин Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что вы тоже можете принять участие в нашей сегодняшней беседе. Ваша точка зрения об оперативности и своевременности действий службы спасения прозвучит, если вы в ближайшие 35 минут наберете контактный номер прямой связи со студией 21 55 65. У вас есть уникальная возможность задать вопросы к компетентному специалисту в области обеспечения безопасности жизни и здоровья в нашем регионе. Константин Евгеньевичу, так что воспользуйтесь этой ситуацией. Мы ждем ваших звонков и работаем в прямом эфире. Константин Евгеньевич, вот можно ли так сказать, что практически каждый день где-нибудь бывают задействованы силы спасателей? Вот если вы согласны со мной, либо можно опровергнуть эти слова, наверное, стоит привести сводку происшествий по линии МЧС вот за последние сутки. Это можно сделать. Но, знаете, бывают приятные моменты, приятные дни, когда в течение суток на территории Брестской области не фиксируется ни одного факта пожара или чрезвычайного происшествия. И таких фактов в прошлом году было 19. А в этом году 6 суток не было ни одного сообщения о каком-либо происшествии по линии МЧС. Тем не менее, в среднем за сутки пожарные подразделения реагируют на такие ситуации 12 раз. Конечно, это много. Это много. Ну, зато вы есть, да, вы нас оберегаете и все равно можно надеяться. Это наша задача, конечно же. А можно ли говорить о том, что вот все равно большая часть работы это ликвидация пожаров на сегодняшний день? Именно так. Именно так. 75% всех боевых выездов это выезды на ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций. Ну, а дальше это, конечно же, оказание помощи по всем направлениям. И при взаимодействии со струбами женично-коммунального хозяйства, энергетиками, газового хозяйства. Мы же оказываем помощь и на воде, и под водой, и в воздухе. Ну, вообще, на сегодняшний день можно говорить об универсальности спасателей. Они, вот я где-то даже в вашем интервью читала, и химики они, и физическая... И водолазы, и химики. И занимаемся ликвидацией аварии с радиоактивными веществами. То есть сегодня у нас действует 16 специальных служб, которые вполне готовы выполнять любые чрезвычайные ситуации, которые могут иметь место на территории Брестской области. И здесь еще можно вспомнить вот случай, который всех и поразил, с одной стороны, и порадовал успешным своим завершением, когда Брестский спасатель помог мальчику не совершить попытку своего убийства. Совершенно верно. И такое бывает, да. Получается так и психологи спасатели. Мы благодарны личному составу вот за такой подход, за такой многосторонний, многовекторный подход к выполнению своих задач. В том числе и вот по предупреждению негативных моментов, суицидов. А вот каковы основные причины на сегодняшний день? Вот как пожаров, так вот и других каких-то происшествий, которые совершаются на территории нашей области. Если языком статистики говорить, то пожары, основная причина, это 40% неосторожное обращение с огнем. При курении, при пользовании спичками, при разведении костров. Вторая позиция, это нарушение правил пожарной безопасности при использовании приборов обогрева. А на третьем месте причины, связанные с эксплуатацией электрооборудования. Далее там детская шалость, умышленные поджоги. Фиксируется, кстати, очень много на территории Брестской области. В предыдущем году их было 61. Вот в текущем году уже 4 факта умышленных поджогов имеют место. Ну и ряд других. А вот скажите, Константин Геннадьевич, какое место должно занимать и занимает ли в вашей работе аналитическая составляющая? То есть насколько важно не только констатировать факт какого-то происшествия, но и выяснить его причину? Очень серьезное место, конечно же. Прежде всего должен быть глубокий анализ любого происшествия. Какие причины привели к этому? Что не сработало? Какая система, какой звеной система не сработала? И далее в будущем работать на упреждение. То есть разбирается практически каждый конкретный случай? Каждый, если только так, каждый в случае конкретно разбирается, какова причина, каковы условия возникновения того или иного происшествия. И далее, конечно, предлагаются варианты и органам власти, и органам предприятий, и населению, что нужно поступать вот так, вот так и вот так. Ну вот надо сказать, что нередко свои коррективы в работу спасателей приносит и сама природа. Вот, например, в этом году аномально сухой и теплой выдалась зима. Достаточно рано жители области начали приводить в порядок свои приусадебные участки. И как результат Брестская область вышла в лидеры, да, по количеству зафиксированных палов от сухой травы. И видеосюжет продолжит нашу программу, и после него мы поговорим об этой теме подробнее. Первое, с чего начали весенний полевой сезон, ревностные хозяева, избавление от прошлогодней сухой растительности. При сильном ветре пламя разгорается мгновенно и уже не разбирается, где мусор, где домашние постройки, а где и человек. По этой причине уже произошла трагедия. В горящей траве погиб пожилой житель Драгичинского района. Кстати, за сутки пожарные области могут выезжать на тушение травы более 70 раз. Контроль за состоянием территорий взяла на себя специально созданная межведомственная группа, в состав которой вошли сотрудники Брестского областного управления МЧС и областного комитета природных ресурсов. Кроме вреда природе ничего хорошего не приносится. Сжигание сухой травы является первопричиной пожаров. Сгорают и лесные массивы, сгорают деревья, погибает все живое. По результатам контрольного рейда составлено 70 протоколов. Штрафы от 10 до 40 базовых величин получили ответственные за создание пожароопасной ситуации и граждане за нанесение вреда природе. Половина попавших в это число – руководители хозяйств, где были зафиксированы палы травы. Вопросом наведения порядка на земле занимаются руководители всех уровней, в том числе и депутаты. Вопросы наведения порядка на земле, благоустройства, они находятся на таком неослабленном контроле у органов власти. Этот вопрос мы рассматриваем ежегодно, начиная от зимы, с тем, чтобы еще раз напомнить и ответственным руководителям службы, которые отвечают за это дело, и сельские советы, и, конечно же, населению. Нынешний весенний паловый сезон только начинается, а показатель людской небрежности уже зашкаливает. Силами межведомственных групп каждый двор и каждый участок области охватить невозможно, поэтому сохранить порядок – гражданский долг как ответственных лиц, так и каждого неравнодушного гражданина. Пожар, связанные с выжиганием травы Потому что в ходе этого фиксировалась гибель трех человек, уничтожено огнем более 20 зданий и сооружений и ряд другие позиции. И были моменты, когда вот даже в городе Бресте в зданиях пожарных частей не было ни одного пожарного автомобиля. Они все работали на боевых участках, а это 10-12 автомобилей. Были моменты, когда нужно было выстраивать опять-таки до 10 автомобилей, чтобы уберечь деревню вот этого распространения огня. Поэтому ситуация была непростая. Хорошо пошел дождик, немножко успокоилось моментик, травка немножко поднимается зелененькая. Но надо сказать, что надо, уже начиная с сегодняшнего дня, опять-таки очень серьезно относиться к данному вопросу. Мы проводим соответствующие мероприятия, и мониторинги, и рейды, и предупреждаем, и так далее. Но тем не менее, вот мы называем цифру, что привлечены к административной ответственности 522 гражданина. О чем это говорит? Это уже когда системное нарушение было правил безопасности, вот таком бесконтрольном выжигании сухих трав. И, конечно, была опасность возникновения серьезных пожаров. Поэтому, используя момент, вот мы еще раз с вашей помощью обращаемся к нашим уважаемым гражданам, жителям Брестской области. И говорим, что выжигание сухих трав на территории области законодательством запрещено. Этого делать нельзя. Константин Георгиевич, мы еще продолжим разговор по этой теме, а сейчас предлагаю выслушать наших телезрителей. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Меня зовут Федор, я живу в городе Коботник. У меня вот такой вопрос. Мы недавно закончили строить, мы хотим заселиться в новый дом скорости. У меня такой вопрос. Обязательно ли в каждой комнате устанавливать автономный пожарный извещатель? Так в семье у нас никто не курит, и мы, в принципе, соблюдаем правила пожарной безопасности. Это обязательно или нет? Спасибо большое. Спасибо, Федор. Спасибо за вопрос. Поздравляем вас с таким замечательным событием, с новосельем. Что касается автономного пожарного извещателя, то я вам скажу, это требование законодательства. Во всех новостроящихся жилых домах, квартирах должен быть установлен автономный пожарный извещатель в каждой комнате. Вот он таков. Это очень здорово, что вы не курите, у вас в семье никто не курит, но извещатель срабатывает на появление дыма не только от курения, но при возможном каком-либо таком нештатном возгорании. То ли от утюга такие моменты могут быть, то ли на газовой плите что-либо там произойдет, ранней пищей и так далее, то ли там связано с детской шалостью, как не дай бог. Поэтому извещатель выдает такой сигнал, который привлекает, конечно же, внимание граждан. Он не предупреждает пожар, нет. Он лишь извещает. Потому что очень важно, вот мы говорим, сегодня доказано наукой, практикой, что возникновение пожара в квартире только лишь 5 минут безопасного времени. 5 минут. Уже на 6 минуте уже возникает серьезная опасность с печальными последствиями, так скажем. Не дай бог, конечно, как мы говорим. Поэтому и наша рекомендация, ну и действующее законодательство говорит о том, чтобы в каждом новостроящемся здании, квартире был автономный пожарный извещатель. Это требование закона. Его нужно обязательно приобрести. Ну и, кстати, много доказательств того, что много жизней было спасено благодаря этому извещению. Мы же приводим цифры, действительно, это более 20 случаев каждый год, потому что это необходимо. Это то, что нам известно. А сколько же еще неизвестных моментов таких? Поэтому надеемся, что Федор установит в своем доме. Только так, только так. Будем надеяться. Константин Евгеньевич, вот на личном опыте, как только тепло, солнечно, мы достаточно часто гуляем по улице Суворова. Там много частного сектора. И практически ты находишься в дыму. Везде горят какие-то, что-то жгут, мусор убирают. Я это все прекрасно понимаю. Можно ли, во-первых, на своем приусадебном участке разводить этот костер? Если да, то что, какие меры противопожарной безопасности необходимо при этом соблюдать? Можно. Можно на приусадебном участке разводить костры. То есть для сжигания мусора, для наведения порядка. Но костер это контролируемое горение. О чем говорит? Что около костра должен обязательно находиться человек, который контролирует горение этого костра. Но и требование таково, что должно быть безопасное расстояние. Оно определяется не менее 10 метров от горючих зданий и сооружений. Это не везде возможно такое сделать. Поэтому, конечно, нужно к этому подходить очень осторожно и очень разумно. Но главное, что должен всегда осуществляться контроль за такой ситуацией, за костром. А вот конкретно вашим управлением, какая работа проводится с целью... Каждый год ведь, как только теплая погода, в принципе, мы видим эти сюжеты с проблемой палов сухой растительности. Я так понимаю, профилактическая тут, наверное, только? И вот главное в сельской местности еще. Это касается не только сельской местности, но и города. И в городе тоже происходит выжигание таких вот трав и серьезные пожары. Поэтому главная, конечно, проблема, главная здесь задача – это вовремя предупредить, подсказать человеку, что это делать нельзя, потому что последствия вот такие, вот такие, вот такие. Но где наша, в целом, наша главная задача – это, конечно, упредить, предупредить и убедить человека. Но если это уже не получается, получается системное нарушение правил безопасности, ну тогда приходится уже и применять так называемые административные протоколы. Я вот называл цифру, поэтому, конечно, это нежелательно. Но вот сумма штрафа, какой сумма штрафа? Сумма штрафа от 10 до 40 базовых единиц. Это очень существенно. Надо сказать, что вот в этом количестве 22 человека – это руководители предприятий, организаций, которые давали команду наводить таким образом порядок на территории или сельскохозяйственного предприятия, или промышленного предприятия. У нас есть еще один звонок от телезрителя, Константин Евгеньевич. Давайте их выслушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слышим. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Меня зовут Любовь Анковна. Очень приятно. Мне 69 лет. Я хотела насчет этих увешателей спросить. Алло? Да, мы вас слышим. Что конкретно хотели узнать? А с этим самым пенсионером никакой скидки нету? Спасибо, сейчас узнаем. Я даже слышала, что одиноким ставят. Отвечаем на данный вопрос. Еще раз спасибо большое, что вы такой проблемой интересуетесь. Есть одна позиция, когда оказывается помощь крайне малоимущим гражданам по линии органов власти. В целом по Брестской области на установку пожарных извещателей, на оказание помощи по ремонту печного отопления, замене неисправной электропроводки выделяется в пределах одного, чуть больше миллиарда рублей. Но это принимается решением местного органа власти, сельского совета, поселкового совета. Поэтому такая помощь оказывается, но не всем. Поэтому если вы не в состоянии приобрести такой извещатель, пожалуйста, обратитесь в местный орган власти, в сельский совет, где будет рассмотрена ваша позиция и принято соответствующее решение. Продолжим наш разговор. Константин Евгеньевич, насколько я знаю, одна из приоритетных задач на 2015 год, которую поставили как и руководители вашего управления, так и работники, это досконально отработать механизм донесения до осознания наших граждан вопросов безопасности жизнедеятельности. Буквально от возраста детского сада и до преклонного возраста. Именно так. Вот какими методами это все будет планироваться, достигнуть этой цели? И возможно какие-то инновационные формы взаимодействия с населением планируются? Это очень серьезная задача. Прежде всего, конечно же, это повышение уровня образования и преподавания в детских садах и в школах, основ безопасности жизнедеятельности. Сегодня данная программа очень серьезная и многовекторная, и она осуществляется. Конечно, нужно повышать ее эффективность обязательно. Для этого что делается? Практически применяется, но очень много издается наглядно изобразительной продукции. Общественная молодежная организация спасателей пожарных сейчас издает журнал «Юный спасатель». Я вот его сегодня демонстрирую, журнал «Юный спасатель» для наших детей, для детского сада, для школьного возраста. Где доступная информация о том, да? Где действительно очень интересная информация по основам безопасности жизнедеятельности. Не только пожарные вопросы, нет. Это и вопросы ГАИ, дорожного движения, вопросы правильного купания, как себя защитить в той или иной ситуации. Вы знаете, уже много фактов есть, когда дети действительно подсказывают нам, взрослым, что нужно делать так, нужно делать вот так. Вот это есть эффект работы, эффективность работы. Поэтому наша общая задача, чтобы уровень культуры безопасности населения стал выше, заметнее выше. Мы еще предоставляем возможность поучаствовать зрителям в нашей беседе. И давайте выслушаем еще один вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Алло. Да, мы вас слышим. Здравствуйте, девушка. У нас в такой случае, у нас вот женщина живет напротив массы, в нашем подъезде, общий подъезд. И она вот с подвала постоянно несет мусор, постоянно в подвала, ой, с мусорки несет подвал. У нас уже был пожар, и все люди молчат. На каком основании она может это носить? Спасибо большое за вопрос. Вы, пожалуйста, оставьте адрес. Мы обязательно проведем соответствующую проверку и мониторинг. И вообще, вот огромное спасибо населению Брестской области, нашим уважаемым гражданам, что поступают такие вопросы на предупреждение негативных моментов. Что неравнодушны. Неравнодушны, совершенно верно. И нам, значит, на телефон поступают такие информации, и в письменном виде. Мы всегда благодарны за это, потому что обязательно отреагируем. Это элемент нарушения правил пожарной безопасности, и поэтому нужно вмешиваться. Спасибо. А вот, Константин Евгеньевич, в каком-то из сюжетов, тоже я видела ваше выступление, вы заостряли внимание на том, что и не стоит быть неравнодушным и соседям. То есть, если вы видите факт какого-то возгорания, Именно так, именно так. Тоже это играет значение? Да, и мы, конечно же, горим желанием в этом отношении, чтобы действительно общество наше было неравнодушным. Оно, конечно, неравнодушно. Но надо подсказывать, надо упреждать, что вот там могут быть нехороший момент, Нужно вовремя мешаться, отреагировать, навести соответствующий порядок. Сейчас же в масштабе области наводится везде такой хороший, значит, мощный порядок. И работают все организации в этой части, все граждане нашей области. Поэтому это здорово. Чем выше порядок, тем выше наша культура, тем выше безопасность. Это же главная задача. Кстати, Евгений Ильич, я вот хотела отметить повышенное, можно сказать, много информации, если правильно сказать, на вашем сайте, да, доступной информации. И там можно узнать о том, что много работы и в области проводятся, встречи в районах вашими сотрудниками, да. Вот при общении с населением, ответную реакцию, какое вот вы видите, где-то недоработки какие-то, какие вопросы вам чаще задают, пожелания, вот обратная связь. Вы знаете, когда проводишь разговор в коллективе трудовом, и когда вообще не возникает вопросов, ну, немножко больно. Значит, что-то не дошло. Когда возникают вопросы, это очень хорошо, потому что мы видим уже неравнодушие наших граждан к данной проблеме. А, конечно, вопросов очень много. Такая обратная связь, она существует. И мы хотим, чтобы она, конечно, еще укреплялась. Мы реагируем на любой вопрос, на любое пожелание. Что можно сделать, то, конечно же, делаем. Но что нельзя, пытаемся найти варианты решения данного вопроса. Но во всяком случае, реагирование на каждый звонок, на каждое сообщение, на каждый вопрос обязательно имеет место. Ну, вот в плане обратной связи у нас есть еще одна возможность услышать и узнать о ней. Алло, здравствуйте. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Алло. Мы вас слушаем. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Федор Григорьевич. Очень приятно, Федор Григорьевич. Задавайте свой вопрос. Я хочу узнать, когда в пожарном извещателе надо менять питание? Отвечаем. Спасибо. Отвечаем. Спасибо за вопрос. Все зависит от какого вида элемент питания, так называемая крона. В среднем в течение одного года или полтора года вот эта крона работает и действует. Конечно, сегодня есть более усовершенствованные приборы, которые и 2, и 3 года могут выдерживать, но в среднем полтора года. Но когда заканчивается ее элемент питания, так скажем, извещатель выдает сигнал. Он начинает потихонечку вот так вот иногда позвучивать. Это о том говорит, что пора хозяину заменить элемент питания. Вот это, пожалуйста, внимание обратите и своевременно, конечно же, меняйте элемент питания. Вот смотрите, сколько вопросов сегодня было, кстати. Замечательно. И все они касаются извещателя. То есть волнует все-таки безопасность. Да, конечно. Потому что построив дом, ну стоимость мы знаем какая. А пожарный извещатель стоит в пределах 100 тысяч рублей. Так, ну просто будет там 3-4 комнаты, ну можно изыскать такие финансовые средства и обеспечить свою же безопасность своей семьи, соседа, а в целом, конечно, и подъезда. Потому что когда происходит пожар во многотажном здании, мы же проводим эвакуацию всего подъезда. Кстати, Ингиевич, ну вот про общение, про работу с населением мы поговорили. А вот яркой иллюстрацией о том, насколько разнообразна и плодотворна работа с подрастающим поколением, можно считать реализацию международного проекта «Молодежь при граниче» вместе за безопасность. Вот инициатором как раз наступало Брестское областное управление МЧС, да, коллегами, партнерами стали коллеги из Польши и Украины. И вот о том, что удалось сделать за 20 месяцев реализации этого проекта, мы сейчас посмотрим. Не слушают взрослых, пожалуй, послушают сверстников. Идея проекта «Молодежь при граниче вместе за безопасность» в том, чтобы сами дети поощряли друг друга узнать больше об основах безопасности жизнедеятельности. Очень приятно, что мы сегодня уже в области имеем большой рост количества активных волонтеров и будущих спасателей пожарных. Это, без сомнения, наша смена, которая уже с малых лет будет знать, что нельзя играть спичками, а самое главное научить этому даже взрослых, ну и, соответственно, своих сверстников. Более 50 тысяч школьников приняли участие в мероприятиях проекта. Они собирались на массовых акциях, разрабатывали фильмы и рекламные ролики. В общей сложности на территории трех стран за 20 месяцев действия проекта состоялось 181 мероприятие. То, что делается в Бресте, Гродно, при граниче сотрудничества, оно очень важно и в плане обмена опытом, и в плане, как и сегодня, проект «Молодежь при граниче». И, конечно же, здесь мы видим и поддержку в материальном плане, и привлечение техники, оборудования, и, конечно же, издание вот этой литературы. Кроме учебной литературы, международный проект сделал главное – объединил молодежь в похвальном желании сделать жизнь тех, кто их окружает, безопасной. В то же время это инвестиции в будущее, потому что когда-нибудь сегодняшние подростки будут нас защищать. Поэтому уже сегодня они должны знать, что такое безопасность, и помогать другим безопасно себя вести. Завершилась встреча трех стран – Беларусь, Украина и Польша. Однако не завершается сотрудничество в области безопасности. Как отмечают участники встречи, работы еще много, и делать ее вместе будет гораздо легче. – Константин Геевич, ну вот за время сюжета к нам дозвонился еще один телезритель. – Хорошо. – Алло, здравствуйте. – Алло. – Здравствуйте, представьтесь и задавайте свой вопрос. – Здравствуйте, меня зовут Наталья. – У меня такой вопрос. У нас дверь входная в многоквартирном доме изначально открывалась внутрь квартиры. Мы ее переустановили, и она открывается наружу. Технический паспорт у нас соответствует двери, которая открывается наружу. Но соседи, ближайшие ко мне соседи, они жалуются, что моя дверь может им мешать эвакуации в случае пожара. Такой вопрос, может ли моя дверь мешать в случае пожара по пожарной безопасности. Законно ли она установлена, и могу ли я взять справку, что моя дверь соответствует всем нормам в ЖЭС предоставить. – Спасибо. – Спасибо, спасибо за вопрос. Встречаются такие моменты и не так уж редко. В принципе, ответ может быть таков. Дом построен по соответствующему проекту, и изменять решение проектно нельзя, это запрещается. Но вот здесь нужно, конечно, смотреть в каждом случае индивидуально. Если ширина коридора позволяет это сделать, нужно делать соответствующий расчет. Расчет делают специалисты. Поэтому вы, пожалуйста, оставьте свой адрес. Мы обязательно рассмотрим и посоветуем, как и что сделать, чтобы это было, в общем-то, правильно. И, конечно же, прежде всего, безопасно и для вас, и для соседей. – Кстати, Евгений Ильич, вернемся к международному сотрудничеству. Хотелось бы узнать ваше впечатление от этого проекта. – Вы знаете, я бы так сказал, замечательно, что сегодня в Брестской области идет процесс реализации таких проектов. Отрадно то, что мы, прежде всего, общими усилиями находим новые формы работы с населением, как донести информационный материал по безопасности жизнедеятельности, как лучше обучить наших детей основу той же безопасности. И вот взаимодействие, оно настолько плодотворное, настолько результативное, мы очень этому рады. Но вторая ситуация, вот даже посмотрите, по данному проекту «Молодежь, преграничная, месяц за безопасность», ведь в ходе его реализации проведено 181 общественно-массовое мероприятие. Это встречи, это конкурсы, это нормальный деловой разговор, это, конечно же, взаимодействие. Поэтому мы дружим с поляками, с украинцами в этой части, и есть очень хороший положительный результат. Продолжим еще по этой теме говорить, а сейчас еще один звонок от телезрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слышим, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня на даче, на чердаке завелись шершни. Да, мы вас слышим, продолжайте, пожалуйста. И вот, пока зима была, вот морозы, я куклу эту убрал, сейчас обратно эти шершни начали. Ну вот, Константин Евгеньевич уже понял суть вопроса. Кому мне обратиться для того, чтобы их вывезти? К нам, пожалуйста, в службу 101 обращайтесь, мы вам поможем. Надо сказать, что в прошлом году, вот на такие ситуации, наши подразделения выезжали 966 раз. Популярно было. Да, проблема такая и есть, поэтому помощь оказываем и обязательно отреагируем. Константин Евгеньевич, возвращаясь к сюжету, который мы посмотрели, вот ваш польский коллега заметил, что это такие своеобразные инвестиции в будущее, да, вот, что сегодняшние подростки, они ведь когда-то будут нас защищать. Конечно, так они сейчас уже нас защищают. Конечно, это так. Вот, продолжая разговор, в еще одном международном проекте приняло участие ваше управление, это «Сохрани Беловежскую пущу вместе». Он, насколько я знаю, в июле этого года завершается, да? Да. Вот какие задачи перед участниками стояли и насколько успешно все прошло? Если в общем количестве, то мы, это уже будет шестой проект, и мы дальше работаем, опять-таки, с нашими коллегами из Польши, из Украины, и есть хорошие, в общем-то, такие перспективы в этом вопросе. А проект по пущу Беловежской очень серьезный. Во-первых, он финансово состоятелен. Брестская область получила около полтора миллиона евро, и это пошло на развитие базы материально-технической. Мы практически вот очень хорошо экипировали личный состав, соответствующим модированием, оборудованием, другой экипировкой. Сейчас проводится конкурс на приобретение четырех специальных автомобилей с емкостью цистерны 10 и более тонн, и вот, и с большим набором всего аварийно-спасательного оборудования. И стоимость такой одной единицы в пределах 250 тысяч евро. Это очень серьезный, конечно, такой проект. Вот, надеемся, что все получится. Но и дальше работаем. Поэтому наша задача, чтобы действительно личному составу подразделений, которые находятся в приграничье, поскольку условия таковы данного проекта, были созданы все необходимые условия для повышения боевой готовности. Это те секунды, над которыми работаем мы каждый час, каждый день в целях улучшения нашей работы. Вот вы сказали о приобретении новой техники. А вот как в целом на сегодняшний день можно оценить техническое состояние? Я уже сказал, в целом, хорошо. А вот, насколько я знаю, есть старые машины, передвигаются по нашему городу. Еще те советские автомобили на шасси ЗИЛ. Вы знаете, их у нас около 60 штук. Они все исправные. Дело в том, что благодаря вот нашим замечательным ребятам, водителям, которые очень бережно и внимательно относятся к их эксплуатации и обслуживанию, они никогда не подводили ни на учениях, ни в боевой работе. Поэтому они находятся в расчете и работают наравне с новой техникой. Ну вот, помимо того, что брестские спасатели всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, вот в конце марта вашими силами совместно с другими динамищинниками прошла акция по посадке лес, которая приурочена была к 70-летию Великой Победы. Да вот все мы в предвкушении этой даты, памятной 70-летия со дня Великой Победы, Великой Отечественной войне. Какие-то еще мероприятия будете участвовать, планируется? Мы, как и все организации, стараемся максимально принять участие в проведении подобных мероприятий. И посадка леса, и посадка садов, и наведение порядка, и уход за могилами ветеранов Великой Отечественной войны, и наших ветеранов. Это такая многосторонняя работа, и мы стараемся везде участвовать. – Константин Ильич, ну и несколько слов о том, насколько готовы вы к летнему сезону. Холода холодами, но, как обычно бывает, достаточно быстро становится жарко, и нужно быть на страже. – Ну, я скажу так, мы готовы и зимой, и летом, и осенью, и весной, потому что служба, мы говорим, секундной готовности. В каждую секунду мы должны и обязаны выполнять свою задачу. Поэтому готовность высокая. – Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе, и хочу выразить от себя лично, я думаю, от всех телезрителей, они будут со мной солидарны. Думаю, благодарны за вашу работу, за работу брестских спасателей, мужественных, ответственных людей, которые каждодневно готовы рисковать своей жизнью ради жизни других. Спасибо большое. – Спасибо большое. – Дорогие телезрители, большое спасибо за ваше активное участие в нашей сегодняшней программе. И до встречи в следующий четверг в программе «Точка зрения». Ну а сейчас желаю всем солнечных, теплых и плодотворных выходных. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.